МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И это такое замечательное мероприятие, на котором можно не только познакомиться с интересными людьми, но и приобрести интересные книги. И вот волей случая у меня в домашней библиотеке, и хочу сказать, что такая книга есть и в нашей Центральной городской библиотеке имени Маяковского в отделе краеведения. Книга Галена Сергеевна Подаровой, которая называется «Красные казармы. Бессмертный полк Нижегородский». Это небольшая по объему и по содержанию книжечка, которая состоит из воспоминаний автора о ее военном детстве. И также рассказывает о судьбах других людей, с которыми она волей случая пересекалась. Очень интересная история о том, как Галина Подарова водилась с мальчишками, и как она много времени проводила на конюшне, где вот эту всю ватагу и девчонок, и мальчишек привечал конюх, которого звали Степан Алексеевич, но так как дети были маленькие, многие еще говорили плохо, то они его звали Асеевич. И вот этот Асеевич привлекал их к тому, чтобы убирать в конюшне, задавать корм лошадям, и рассказывал им всякие истории. То есть вот это военное поколение, оно очень рано повзрослело и очень рано, может быть, примерило на себя все тяготы и лишения, связанные с военным временем. И несмотря на то, что, с одной стороны, эта книга пронизана каким-то, ну, таким духом вот этих бед, лишений, стойкости, мужества, но с другой стороны, встречаются и какие-то комические моменты о том, какие смешные истории происходили с детьми того поколения. Также Галина Подарова в конце своей книги рассказывает об акции «Бессмертный полк», вот об этом проекте грандиозном, который позволяет нам сохранять в памяти события тех лет и позволяет нам помнить своих героев. И не забывать о том, что все-таки события Великой Отечественной войны – это было трудное, тяжелое время, но благодаря тому, что была женская верность, благодаря тому, что было мужество, самопожертвование, благодаря тому, что люди трудились и в тылу, и все делали, жили под девизом все, и взрослые, и дети, все для фронта, все для победы, именно благодаря вот всем этим усилиям наша страна выстояла, победила в этой войне, и благодаря тому военному поколению у нас сейчас мирное небо над головой, и мы сейчас можем наслаждаться жизнью, мы можем просто жить и радоваться. Женщины кутались в платки, кулаком вытирали слезы и пили кипяток для сугрева души. Тетя утянула меня к себе в комнату и сказала такое, что я запомнила на всю жизнь. Галя, ни словами, ни руками, ни глазами у этих людей ничего не проси и не бери. У них и самих нет ничего. А есть у них голодные дети и слезы с горем пополам. Проводили они на фронт своих мужей, сыновей. Ты лучше им песенки спой, стишки расскажи. Это в радость. Мама дала мне платье, в котором я выступала на новогодней елке. И я залезла на кухонный стол, сцену. Робость у меня с детства отсутствовала. И для Люда Простого выдала весь свой детсадовский репертуар. Наградой для меня стали запомнившиеся на всю жизнь слова незнакомой бабушки, сказавшей своей внучке. «Дуняша, а ты вот эдак бы смогла?» А мои родные радовались тому, что травма двухмесячной давности, напомнившая о себе поджившей раной на моем лбу, не отшибла мне память. И на елке в детсаду и здесь выступила я ладно и складно. Книга Галины Сергеевны Подаровой «Красные казармы. Бессмертный полк Нижегородский». Рекомендую к прочтению.